Возрыв бытового газа в пятиэтажке на время лишил жилья семей с 30 квартир. Люди сейчас вынуждены проживать у друзей и близких. У многих пострадало имущество, а в квартирах придется делать серьезный ремонт. Администрации и неравнодушные жители города не могли остаться в стороне. Помощь ирбичанам оказывают всем миром. Отзывчивые, бескорыстные и соучастные к чужой беде. С этой стороны показали себя жители Ирбита после того, как прогремел взрыв на Комсомольской 39. Неоднократно в городскую администрацию звонили люди и предлагали финансовую помощь тем, кто в одну секунду остался без крова. Именно поэтому и был открыт счет для добровольных пожертвований. Распоряжаться накопленной суммой будут сами жители пострадавшего дома. Денежные средства поступают на счет местного бюджета, на наш лицевой счет, на единый счет. Но в связи с тем, что они у нас целевые, для восстановления имущества, утраченного в процессе этого происшествия, мы никакого отношения к этим денежным средствам не имеем. И Николай Вениаминович на последней встрече с населением, с людьми, которые пострадали, он об этом сказал. Мы не будем участвовать в механизме распределения этих денежных средств. Они должны коллегиально принять такое решение. Мы им поможем. Мы поможем только тем, что они на основании своего какого-то протокола принесут решение. А мы только перечислим эти денежные средства туда, куда они скажут. Также администрации города принято решение выплатить по 15 тысяч рублей собственникам квартир на покупку и установку дверей. Ведь в первом подъезде не осталось ни одной целой двери в квартирах с первого по пятый этажи. Пострадавшие смогут получить материальную помощь в размере 5 тысяч рублей на человека. Необходимые документы уже предоставили 26 семей из 30 нуждающихся. Остальные четыре семьи, которые на сегодняшний день... Одна семья отказалась полностью от денежных выплат. Вторая семья, мы знаем, готовит документы. Ну и вот две семьи, это, кстати, 11-я квартира, в которой произошел взрыв газа, не предоставили пакеты документов. По ним мы будем рассматривать индивидуально. После оценки ущерба определяют, какая еще помощь нужна будет людям. На сегодняшний день жители двух подъездов не могут проживать в своих квартирах. Кто-то находится у родственников, кто-то у знакомых. Семья Анисимовых, узнав о трагедии, предложила свою посильную помощь. Безвозмездно предоставили жилье деду с внуком, которым больше некуда было пойти. Со стороны многим их поступок кажется настоящим подвигом. Я думаю, так надо поступать. Мы ничего не потеряли, а у людей надежда на лучшее. Потому что остаться без крова – это страшное дело. Некуда идти ночевать, негде поесть – это страшное дело. А у нас есть такая возможность. Нам не жалко. В небольшом городе чужой беды не бывает. Ирбичане помогают бескорыстно, кто чем может. Ведь от несчастного случая, по сути, никто не застрахован. В комплексный центр социальной помощи на Орджоникидзе, 52. Приносят предметы первой необходимости. Бледы, тёплые вещи. Для детей мы можем собрать, кому надо. Телевизоры вчера привезли. Поддержку оказало и Министерство здравоохранения. В четверг первые четыре человека по путёвке на две недели отправятся в Талицу в санаторий «Маян». Отдохнуть, оправиться от шока и поправить здоровье. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулёв, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.